Любой желающий во время своего законного отпуска может отправиться в незабываемое путешествие в круиз Перми-Астрахань. Это двухнедельная поездка в низовье Волги. В круизе Перми-Астрахань отдыхающие смогут насладиться многообразием окружающей природы, увидеть жизнь поволжских городов, посетить город-герой Волгоград. Благодаря Туру на речном судне в данном направлении можно осмотреть все достопримечательности Астрахани. Узнать расписание маршрутов и какова стоимость путевки круиза Волгоград-Перм-Волгоград в 2018 году, можно на официальном сайте туристической компании. Очень интересным считается направление Пермь-Волгоград-Пермь. Теплоход отправляется с Пермского речного вокзала и возвращается туда же. В Астрахани во время прогулки можно рассмотреть следующие достопримечательности – Астраханский Кремль из Белого Камня. Его еще называют «жемчужиной средневековья». Лебединое озеро. Зооботанический сад на территории кинотеатра. Государственная картинная галерея имени Дагадина. Дом музея Ситра. Рыбный рынок на Исадах. Озеро Баскунчак. В ходе тура совершаются экскурсионные программы в дельту Волги. Там находится заповедник с ландшафтными лотосами и не менее изысканной флорой и фауной. На маршруте встречаются города – Казань, Усовка, Астрахань, Саратов, Елабуга, Чайковский, Самара, Волгоград, Ахтуба, Винновка, Сарапул. Важно, стоимость круизных экскурсионных поездок примерная и может меняться в зависимости от ценовых показателей принимающей стороны. Отдыхающим предоставляется астраханская прогулка на автобусе, когда можно посетить все исторические районы города – Рыбный рынок, Ленинскую площадь, Кремль. Верующие могут за дополнительную плату на автобусе отправиться в православный храм, мусульманскую мечеть или католический костел. Также всей семьей можно отправиться на прогулку по Волге. Посетив базу отдыха, можно покататься на лодках, пообедать рыбными блюдами. Захватывающие пейзажи заповедника не оставят равнодушным никого. Очень многообразно в этих местах флора и фауна. Поэтому не менее увлекательным будет путешествие по протокам мимо тростниковых зарослей. На реках можно увидеть различных пернатых. Это и лебеди, и гуси, и цапли. Многим во время поездки удавалось увидеть красивейших птиц, фламинго и пеликанов. А под водой обитает целое царство рыб. После прогулки каждый отдыхающий обязательно должен отведать вкусную уху из местной рыбы. Можно выбрать экскурсию по Волгограду. Отдыхающие с экскурсоводом обязательно посещают исторические сооружения героям Сталинградской битвы. Теплоход будет проезжать мимо центральной набережной. Можно посетить аллею героев, Арбат, Мемориальный сквер, площадь Павших борцов, а также проехать по улице Мира и побывать в доме сержанта Павлова. Отдыхающим предлагается экскурсия по территории Городищенского и Лавлинского районов Волгоградской области о традициях, обычаях, жизненном укладе донских казаков. В оплаченную программу входит шоу-программа местного ансамбля, музей, быт Донского казачества, дегустация национальных блюд. В ходе прогулки на теплоходах, Александра, Фадей, отдыхающие посетят мемориальный комплекс на Солдатском поле. В музее, как и раньше на Руси, гостей встречают хлебом и солью. Там можно посмотреть инсценировки из жизни казаков. А большой концерт не оставит равнодушным. Здесь же выберут несколько добровольцев, которым предложат пройти обряд посвящения в казаки. Им выдадут грамоты, которые можно забрать с собой домой и похвастаться семье. Обратите внимание, в этих местах располагается речка Иловля. По ее бережку можно покататься на лошадях. Там же стоят сувенирные лавки, где можно приобрести для своих близких подарки и продукцию народных промыслов на память. Туристам будет предложена прогулка по центральной усадьбе Спаса Преображенского собора. Конечно, с экскурсоводом было бы намного интереснее. Чтобы добраться до пристани, необходимо осилить 62 ступени на подъеме в гору Фавор. С левой стороны от лестницы открывается вид на монастырский сад, а сверху вдоль чугунной решетки вдоль скалы пролагается тропа. Затем по пути встречается мраморная знаменская часовня. Врата украшены церквушками. Пройдя их, можно попасть в монастырь. Также гости города увидят древнейшую церковь, сохранившуюся на Валааме. Экскурсионная группа может посетить музей самоваров. Прогулка рассчитана на два часа. Еще в 2008 году открыли эту достопримечательность. Фасадные части украшены различными типами резьбы. На выставке будут представлены работы городца Николая Полякова. В экспозицию входит 500 самоваров и другие предметы чайной церемонии. Бурю эмоций передает экскурсия из Елабуги до набережных Челнов. По ходу экскурсии можно посетить дельфинарий, в программу входит программа с морскими котиками, дельфинами и морской львицей. Чтобы посетить эти места, нужно набрать группу минимум 50 человек. Есть еще одна увлекательная экскурсия с дегустацией пива и посещением музейного комплекса. В программу прогулки входит увлекательная поездка по городу с осмотром основных достопримечательностей, Елабужского городка, Мемориального дворца Цветаевой и Шишкинских прудов, Спасово собора, мечети. Посещение исторического музея города, живого уголка, мастерских по росписи по дереву, лозоплетению, работа с глиной, музея театра, трактир. Посещение ресторанчика в купеческой постройке. Здесь расскажут об истории пивоварения, об основных традициях. Проведут дегустацию пива, закуска сыр, детям, сок. Посещение урока с художниками. Важно, экскурсии, входящие в полный пакет, организуются при условии набора группы, информация о стоимости полного пакета указана на официальном сайте. Путешествуя по городам, можно увидеть прекрасные памятники русской архитектуры, посетить православные места, насладиться окружающей природой. Речные круизы – это прекрасная возможность расслабиться и отдохнуть всей семьей, забыв о повседневной суете. Ставь лайк.